приветствую возлюбленные драгоценные господом возлюбленные господом иисусом христом братья и сестры дух сятой уже дал мне четыре или пять новых тем откровений я не скажу что они новые о них есть написано в писании и так как я беседую с людьми и со многими переписываюсь и у меня есть видеоролики о силе и славе божьей на ютюбе и там мне пишут под моими видео свидетельствами о чудных делах и о славе божьей мне задают вопросы мне там есть просьбы я очень была занята эмигрантами по служа людям и меня накопилось вот не высвобожденных 5 тем которых мне дает и открывает сам дух сятой дорогие друзья вот первая тема будет о том сестра спросила 1 она не понимает как это можно бороться с богом и дорогие друзья если не знать писание то мы можем заблудиться и попасть в какое-то исключение заблуждение поэтому бог нам советует изучать писание и день и ночь изучать писание вникать в себя и в заниматься с ним постоянно дорогие друзья и у меня есть пять тем одна тема как иаку боролся с богом да у нас на и слове божьем написано иаку боролся с богом и дух сято дал мне откровение значение понимание что это значит как нам бороться с богом потому что только духовный может понимать такие духовные истины как иисус говорил слышащие не слышат видевшие не видят потому что нам нужно родиться свыше чтобы слышать и видеть то что бог говорит нам нужно получить преображение в разуме чтобы принимать и понимать истинные божии бороться с богом это значит как иаков он сказал не отпущу пока не благословишь перед ним была проблема брат которую он обманул и предал из и сильно обозлил иаков он из он шел на встречу и 400 вооруженных человек до у него семья дети жены скотт куда идти назад нету дороги и спереди проблема поэтому он всю ночь молился бороться с богом это молиться дух сатой говорит открывает объясняет это место писания что это значит для нас бороться это пребывать в молитве это пребывать в посте это бодрствовать постоянно вникать в учение и в себя не в других не судить других не не смотреть сучка в глазе брата твоего или сестры а в своем глазе бревна не видишь это обличать с любовью и и вообще обличать ли говорить тебе об этом дух святой это значит что написано что какая польза человеку если он приобретет весь мир а душе своей повредит нам нужно вникать в себя и в учение заниматься с ним постоянно нам нужно встать на слово божие потому что есть множество обитования иисус говорил ученикам что есть множество для нас обитований почему мы так маловерны есть главы в откровении облако свидетели 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 там написано что не достанет даже бумаги из всех книг чтобы писать вот мы иисус пострадал не только за спасение правда не только за прощение иисус пострадал написано он принес нам жизнь и жизнь избытком мы должны бодрствовать бороться с богом это стать на обетование когда мы молимся она должна быть открыта библия и местописания которые мы читаем вникаем и по слову божию мы молимся потому что только одна молитва это благодарность богу это отче наш остальные мне просьбы нужды мы молимся через слово божие если мы не молимся по слову божьему через слово божие бог не слышит этих молитв мы видим из писания как даниил постился и молился и бог ему не отвечал и он огорчился и во сне ему ангел пришел и объяснил почему он нес ответ и сатана ему воспрепятствовал и у них шла война поэтому ответ задержался иногда ответ может задержаться и бог говорит множеству словом божьим я вел тебе пустынею и томил тебя и в это время наблюдал что в сердце твоем друзья не начало спасает а конец сам процесс бог томит нас иногда ведет пустыню потому что он хочет посмотреть что в нашем сердце иногда люди не понимают не видят не слышат и очень многие христиане книжники и фарисеи бороться с богом это стоять в проломе это стоять на слове божьем это жить по слову божьему это оставить жертву жертвенника идти примириться с братом простить всех обидчиков отпустить всех на свободу дорогие друзья бороться с богом это жить по слову божьему это стараться как апостол павел говорит беги не так как все а беги так чтобы добежать и чтобы быть первым друзья только одна любовь мы должны трудиться в себе и пророчества умолкнуть и язык и пророчества прекратятся и язык и умолкнуть и все все дары прекратятся только любовь божия превыше всего это значит что как мы можем мы говорим мы любим бога а сплетничаем кого-то судим друзей соседей кого-то с друзьями только садимся приветствуемся а с незнакомыми не дружим не в гости их не зовем какая нам награда бороться с богом это стараться трудиться в себе над собой жить по слову божьему ставить себя на истину на слово божье иметь открытые уши чтобы слышать божий голос не отпущу пока не благословишь это что-то это когда нам кажется что бог не отвечает стоим ли мы так дальше бог говорит я вел тебе пустыню томил тебя и наблюдал что в сердце твоем когда процесс тяжелый когда мы идем долину и смертной тени когда нам кажется что бог забыл и не слышит нас что в нашем сердце бог томить нас и смотришь что в нашем сердце как говори говорят народе да наступи на ногу другу твоему и увидишь что у него внутри друзья бороться с богом это стоять на обетовании божьем не независимо от нашего сомнения отчаяния стоять в надежде стоять в вере вцепиться за бога чтобы то ни было какая бы ситуация не было у нас мы вцепляемся за бога мы идем взываем молимся когда нам тяжело когда мы вообще упадаем мы не теряем надежду не отступаем от бога мы не отходим куда нам идти куда отходить еще хуже будет иногда смешно когда христиане не понимают простых вот значений и другая тема есть еще у меня тема который мне дух святой дает это насчет одежды одевайтесь прилично святым и когда я думала над этим и друзья я видела когда читала слово божие бог дал мне открытое видение и я видела перст божий вот перст божий я видела и он показывал мне на место описание я открыла и читаю видение я еще увидела это местописание и перст божий который мне сказал читай я дам тебе откровение значения я читаю где написано многие из вас принимают вид благочестия а силы его отрекшиеся потом идет как бы пауза и дух святой мне говорит читай дальше вот прямо я слышу дух святой говорит читай дальше я читаю дальше там написано таковых удаляйся от книжников от фарисеев нужно удаляться те которые одевают сестры косынки и и в юбках длинных ходят и косынках уверовавших меня будут сопровождать все знамения а их не сопровождаются и знамения они силы божий отрекшиеся отвергшиеся не имеют и какая польза из их него благочестивого вида но друзья если другая сторона не нужно как народе говорят перегибать палку до нужен нужен баланс действительно мы должны одеваться с прилично святым как написано ищите лица его всегда ищите господа и силы его бог не не разделяется от силы бог в силе мы в боге и в силе а какая польза с того что мы благочестиво одеты прилично святым а силы его отрекшиеся это как это то же самое что в одном месте написано что бога никто никогда не видел да а в другом месте написано ищите лица его всегда будьте совершенны как и отец наш совершенный иисус говорит здесь самому нельзя разрешить писание как написано только духом святым если мы уцепились за какое-то слово не разбираем другое встречное мы не поймем если мы не помолимся и духа святого не произовьем чтобы нам объяснял мы ничего не поймем нам вообще закрыто будет писание друзья одеваться прилично святым и искать божье лицо и и силы его написано ищите лица его и силы его всегда это значит что мы похоть плоти похоть отчей и гордость житейская это что это маникюры педикюры это макияж украшения мы везде по нацепляли я не говорю что это грех нет услышьте меня если меня себя по нацепляли бюджетерии браслеты часы сережки золотые прически такие ух ах мода вызывающие педикюр и миникюр джинсы и нас видно все спереди и сзади в обтяжку замужние сестры носят мини-юбки мини-платья и стоять на сцене и поют богу на них весь этот зал смотрите они говорят бог не смотрит на одежду только на сердце от избытка сердца говорят уста в чем-то как один пастор говорил если девушка поехала в африку на миссию и она одета в обтяжку джинсы что везде видно спереди и сзади все видно у тебя такие джинсы в обтяжку так ты привлекаешь своей одежды ты привлекаешь если тебя блудная одежда ты кого привлекает себе блудников если мы так сильно красимся такие вызывающие у нас ногти и мы пастырь мы служитель мы лидер так своей одеждой мы кого привлекаем на нас видна мода на нас видна похоть плоти похоть очей и гордость житейская как через нас будет действовать бог и чудеса и знамение нас будут сопровождать как никак мы должны быть в балансе от избытка сердца говорят уста то что у нас внутри в то в том и одеты пророки божии я уверена что они не одевались пастыря и пророки библейские времена не одевались а в шорты в обтяжку и еще за код такие сильного обтяжку и и законченные еще сестры лидер лидеры диаконисы не одевали колготки в сеточку и юбка выше колен друзья разве это диаконисы одежда колготки в сеточку и юбка выше колен и все тут плечо так кофточку спусть спущена вот так и тут голое плечо все-таки сережки такие маникюр моднющий и педикюр и вся на нас красота мирская и одна сестра мне сказала ну а как проповедовать молодежи мирским если я не накрашенная если я не наряженная друзья так мы на нас что отражается написано вы письмо христово ну прямом смысле написано вы письмо христово она нас такой мейкап на нас такие ногти и такие сережки голые плечи и такие сильно нарядные прически и как мы можем нести силу божию и славу мы должны одевать себя в славу божию да мы должны умыться да мы должны причесаться и друзья и недавно дух святой мне показал видение открытое открытыми глазами я видела видение две группы людей мужчины и женщины парни и девушки и дух святой показал вот это приличная одежда святым о котором пишется писание а вот эта группа которая одевается современные христиане я четко и ясно увидела одежду приличную святым и одежду неприличную святым я увидела людей которые в прилич одеты прилично святым они были платья и юбки вот на пол колена не в обтяжку ни на ком не было джинсов джинсов ни юбок ни штанов они были красиво одеты там пижачки и блузочки шарфики никто не был в сережках не то никто не был накрашенный никого не было маникюру педикюру друзья ни у кого не было шортов ни на ком не было джинсов они были красиво одеты но не мода это гордость житейская друзья похоть очей похоть плоти и гордость житейская друзья нужно вникнуть в эти слова что говорит писание я видела другую группу христиан которые неприлично одета которую мне показал бог эти видения они были одеты в короткие шорты мужчины были одеты в джинсовые в обтяжку короткие шорты женщины были одеты также в шортах мини юбках мини платьях женщины я не говорю о девушках замужние женщины одеты в коротких платьях и юбках в джинсах в обтяжку в колготках прозрачных даже в сеточку это вообще лосины колотка сеточку это посмотрите на улицах ночью это одежда проституток пастыря в шортах в обтяжку и выше колен и еще под подкоченые по служителя девушке женщины джинсы в обтяжку сильно-сильно в обтяжку и кофточка короткая и плечи голые друзья ну вот на смотр на на что смотрят мужчины которые неверующие в церкви они подумают что они пришли в клуб это получается извращение церкви божией служить служительницы которые служат людям неверующим одержимым они одеты в одежды блудниц и доктор той мне это показал если женщина одевает джинсы она должна одеть очень длинную кофточку ну минимум до колен чтобы не было видно вот спереди и сзади наши интимные места которые просто видно через джинсы в обтяжку нас должны быть закрыты и вот с таким хотя бы рукавом когда христианин служитель женщина не должна носить никогда нигде педикюр маникюр и страшную вызывающую краску нас не должны быть проповедника не должны быть кольца на руках печатки в рожденных свыше не должно быть ничего вызывающего модного ничего не должно такого быть если мы хотим чтобы нас сопровождалась сила божия слава божия чудеса и знамения мы должны быть одеты просто скромно друзья есть разница скромности и моде вызывающему наряду и скромному наряду есть большая разница дорогие друзья мы рожденные свыше которые наполненные силой божией которые днем и ночью мы входим в непрерывном присутствии божьем мы не будем себя одевать вызывающие я вижу все острые на фейсбуке выставляют фото свои где они в купальниках замужние женщины у которых уже есть внуки они выставляют свои фото в купальниках и прозрачная кофточка на купальнике так под кофточкой видно купальник и у тебя уже внуки есть ну и что у тебя красивая фигура а как будто к себе привлекаешь на тебя же ведь смотрят блудники друзья вы знаете мне многое рассказывали когда я молилась и трудилась людей церковь приводила каяла и до сих пор мне говорят вот мужчины-блудники они на вашей фотографии знаете что делают занимаются рукоблудством если вы себя считаете проповедницей лидером молитвенницей и вы выставили фотографию под кофточкой видно купальник и красивую вашу фигуру и на вас блудники занимаются рукоблудством друзья что написано кто соблазнит из малых сих то что лучше бы им не родиться лучше бы не повесить жирновый камень на шею друзья вы выставляете фотографии в купальниках и вы проповедуете одновременно на фейсбуке это извращение друзья извращение веры это соль которая потеряла силу и выброшенная людям на посмешище проповедницы которые проповедуют и выставляют свои фото купальниках это соль которая потеряла силу служителя если вы служителя и вас подикюр миникюр страшная это майкап там такие серьги у вас такие вау прически вызывающие на вас ничего нету святого от избытка сердца говорят уста то что вас внутри в том вы одеты и не говорю что нужно одевать мешки на голову и на себя нужно одевать приличную одежду друзья давайте пойдем в мирские на мирские конференции и посмотрим как одевается американцы костюмчиков для поколений женщины те люди у которых уже есть внуки хотя бы или женщины служителя мы хуже одеваемся чем мир на конференциях каких-то собраниях вот мирских посмотрите как люди одеваются а посмотрите как служителя наши и служительницы одеваются на верующих конференциях посмотрите как служителя одевается дома или на пляже или магазине когда их никто не видит так мы же перед богом ходим не перед церковью и тогда мы хотим чтобы с нами прибывало откровение и сила божья нас сопровождала друзья это не я говорю это говорит через меня дух сатой это сейчас через меня говорит дух сатой он огорчен как одевается верующие как одевается народ божий как одевается тем более рожденные свыше пастыря и лидеры друзья почему нас увлекает мир почему мы одеваемся похоть плоти похоть очей в гордость житейскую почему мы в это одеты почему мы извратили писание почему мы извратили откровение божие и значение почему мы говорим что бог не смотрит на одежду а на сердце еще как смотрит бог на нашу одежду дух сатой плачет друзья еще у меня будет тема я эту буду заканчивать еще мне будет будет три темы друзья я сегодня вечером их запишу говоришь говори как слово божье очень многие верующие когда говорят слово божье они употребляют некрасивые слова они употребляют такие слова они похожи на матерщину большие служителя вот употребляют такие скверные слова свои проповеди своей лексики когда они говорят на кафедре у микрофона мне будет еще одна тема сегодня крещение духом святым и огнем и огнем до встречи друзья еще я сегодня запишу видео на 3 темы призываю вас всех купить себе мазь и помазать глаза и уши чтобы видите слышать и понимать божьи откровения